МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! С великим вас праздником Успения Божьей Матери! Мы имеем готовую небесную помощь во владычице нашей Богородицы. Нет такой помощи у наших противников, сколько гениальных и могущественных полководцев победили мы в войнах. И все верую в помощь Божию и в помощь Богоматери. Так сто лет назад писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. И как раз в ту пору одному старому матросу, участнику героической обороны Севастополя в Крымской войне, приснился необыкновенный сон. Пресвятая Богородица стоит на скалистом берегу незнакомого моря. В своих руках она держит плат, на котором изображен нерукотворный лик Спасителя. Вдалеке виден какой-то горящий город. Его-то и осеняла Пречистая Дева этим широким платом. Ее очи были молитвенно возведены к небу, а стопами она попирала два обнаженных вражеских меча. И услышал старик-матрос такие слова. «России вскоре предстоит тяжелая война. Напиши икону, точно изображающую мое явление, и отправь ее в дальневосточный город Порт-Артур. Если икона попадет в этот город, то русское воинство получит победу и помощь». Проснулся седовласый матрос в немалом страхе. Собрал нехитрые пожитки и поехал в Киев, в Печерскую Лавру, чтобы исполнить повеление Божьей Матери. А через два месяца японцы без объявления войны напали на Россию. Тяжелая война началась. В Киеве старому матросу удалось довольно быстро найти опытного иконописца. Тот старательно написал образ Богоматери с его слов. И великим постом 1904 года икона была освящена. Ее назвали Порт-Артурской, потому что предназначалась она для того далекого города на Желтом море. А город в то время был осажден японской армией. Много раз несметные полчища японцев пытались овладеть Порт-Артуром, но тщетно. Все их ожесточенные атаки разбивались о стойкость и мужество российских солдат. В апреле 1904 года Порт-Артурская икона по повелению царской семьи была отправлена во Владивосток. И сразу же, как отмечают историки, победа начала склоняться в сторону России. Японцы потеряли много кораблей, да и на суше несли страшные потери. Но дальше началось нечто непонятное. Главнокомандующий российским флотом поместил икону в кафедральный собор Владивостока, да и забыл о ней. И лишь когда со всех сторон нашей необъятной страны к адмиралу полетели телеграммы «Почему не отправляете икону в Порт-Артур?», он начал об этом думать. Думать, но не более. То ли неверие, то ли малодушие сковали его волю, и он лишь сконфуженно отвечал «Переправить икону в Порт-Артур нет никакой возможности. Город окружен». Так прошло почти семь месяцев, и время было безвозвратно упущено. Впрочем, нашелся в России патриот, отставной чиновник Николай Федоров, человек уже пожилой и больной. Услышав о том, что икону никак не могут доставить в осажденный город, он горестно воскликнул «Я обязуюсь привезти ее туда, хотя бы и надлежало мне погибнуть». Дошел он до самого императора и получил от него дозволение на столь рискованное дело. И что же вы думаете? Пламенная вера Николая Федорова сотворила прямо-таки чудо. Взял он икону из Владивостока и по открытому морю, минуя японские патрульные корабли, на маленькой лодке подвез ее к самому городу. Всего один переход оставался ему до порта Артура. Но тут, тут встретила его страшная весть. Порт Артур сдан врагу. Вскоре окончилась и эта тяжелая война. Сейчас принято говорить, что Россия ее проиграла. Но и Япония не решила главную задачу, ради которой начинала воевать. Не удалось ей вытолкнуть Россию с Дальнего Востока. Россия и впредь осталась там великой державой. В этом многие верующие люди тоже увидели заступничество Божией Матери. А что же порт Артурская икона? После большевистской революции она оказалась в далеком Гонконге. А затем следы ее и вовсе затерялись. Но, как оказалось, не навсегда. В 1998 году русские паломники обнаружили ее. И где бы вы думали? В Иерусалиме. Но не новое ли это чудо? А потом торжественно перевезли ее во Владивосток. И поныне в храмах этого славного города перед порт Артурской иконой совершается дивное молитвенное пение. «Радуйся, царица припрославленная, пределы дальнероссийские земли милостью Твоею не оставляющая». Поют перед ней хором православные люди. Как хочется, чтобы вера в нашем народе больше не остывала. Давайте не повторять ошибок прошлого, не отступать ни от Христа, ни от Пресвятой Богородицы. Тогда и враги будут нам не страшны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова